Продолжение следует... 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 Но ведь дело-то в чем, друзья дорогие? Фома Тула в свое время так сказал, пока не увижу, не поверю. Ну и что? Господь пришел, показал ему раны. Знаете, в каком состоянии блаженном? В счастливом состоянии. То есть нас счастье постигло. В чем? В том, что Иисус Христос в тот момент, когда Фома ему предъявлял эти требования, он так и сказал, что ты, в общем-то, поверил-то почему-то. Потому что увидел. Но блаженны, то есть счастливы те, кто не видев, уверовал. И вот представьте себе, последователей у Христа сколько в течение этих веков, этих двух тысяч лет. И они никто не видел. Но они уверовали, не видя. И они этим счастливы. Поэтому нам сегодня реальная возможность представляется, не видя, поверить в того, кто все это устроил. Между прочим, всегда мы его принимали самого как за подарок Господу нашему. И что самое интересное, я уже как-то на Рождестве это говорил, праздник Рождества был, что во время вот таких праздников обычно люди, то есть те, кто, допустим, сам имеет этот день рождения, он ждет подарки. А тут, как только Рождество Господа нашел, ну вот уже громче слышно, хотят попасть в разряд счастливых. И я повторяю, я повторяю, что не те, кто видел, не те, кто видел Господа. У вас есть реальная возможность как бы увидеть Господа. Вот во всем том, что сейчас будет происходить здесь. И вот в этом слове, которое для вас прозвучало, что Господь Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Между прочим, в тех подарках, которые вы надеетесь получить, там есть и некоторые, которые там будут расписаны, объяснены. То вы еще сюрприз некоторые получите. Но это будет позже, об этом мы позже будем говорить. А сейчас просто я хотел бы вместе с вами еще просто аккуратно помолиться, сказать на все вот это вот Аминь. И благословить в дальнейшем вот этого собрания. Господь готов это сделать. Мы у него попросим этого благословения. Хорошо? Давайте встанем еще. Господи, Твои слова, которые Ты произнес в свое время, что не оставишь и не покинешь, они для нас и сегодня действенны. Мы это сегодня на себе ощущаем. Потому что мы только что прочитали, что Ты, Иисус Господь, вчера, сегодня и вовеки тоже. И мы знаем, что Ты, Господи, хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И вот среди всех тех, кто здесь собрался, много деток, их родителей, хочется, чтобы Ты, Господь, каждому сердцу проговорил. Чтобы они искали Тебя в свое время, чтобы они могли найти, быть счастливыми, потому что по Слову Твоему каждый из них может уверовать. Но для этого нужно только быть внимательным, читать Слово Твое, благослови их в этом. И все те задания, которые их ожидают тоже после этого общения нашего, Ты, Господь, помоги им тоже выполнять с радостью и познавать Тебя, любовь Твою, Господи. Прибудь с нами во всем этом общении. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. И мир и спасение дать человеку навек, навсегда, с верой живой, без тени сомнений нет. Слушайте, слушайте голос Христа. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе за все, Отец. Слава Тебе. Слава Тебе за все, Отец. 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 Именно страдая, Стал небесным девочкой отцом. Дорогая Мать, Ты доложись твоему ребенку. Ты не спала ночи над его кроваткой. Ты самый дорогой человек на свете для своего ребенка. Неужели не слышишь ты, как стучит и стонит сердечко твоей дочери. Она страдает за твоей бухоты, дорогая Мать. Так случилось, что это маленькое существо, Первому видал дорогу спасения. Шагни же на зов своего ребенка, И тогда ты сможешь услышать другой зов, Зов полной любви, силы и милости. С тобой заговорит сам Бог. И какое счастье, что на дорогу жизни и истины Выведет тебя теплая родная ладушка твоего ребенка. Тебе надо только услышать. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 который вы откроете лишь дома с вашей дочерью. Возьмите и идите с миром, пусть всемогущий Бог исцелит ваше дитя. Благодарю вас, ваше величество. Лиль, посмотри, что подарил нам Брин. Он просил открыть, придя домой. Помни, корон, яблок, фирма, дверь, воистину драгоценный подарок. Тема нашего общения – драгоценный подарок. Талантливыми руками чудесных мастеров сделано много замечательных вещей. Строители подарили нам кирпичные, каменные, саманные домики. Пекали спекли нам душистый, ароматный хлебушек. Ни один дом не отходится без хлеба. Плотники подарили нам мебель. Как приятно после тяжелого рабочего дня прийти и лечь мягкую, нежную постельку. Швейли решили нам красивую, теплую одежду, в которой мы не лежим зимой. Домик, красивая платьюшка, булка хлеба, рамы, кровати – все это сделано чьими-то заботными, добрыми руками. У всего этого есть мастера землю, траву, животных, человека. Все это тоже является делом каких-то добрых, заботливых рук. Все это кто-то создал. И имя это восторгает могущество красивого океана. Выйдя вечером, не наблюдая за чудесным, изумрудным непосходом, не понимая своим человеческим разумом, но, верой, сердцем, я знаю, что все это садил Бог. Когда я еду в булочную, чтобы купить хлеб, я не вижу того, кто занесел это тесто, того, кто выпек эту булочку, я не вижу, и векаря самого даже, но я знаю, что булка, она не делается на собой, что она тоже является делом чьих-то трудолюбивых рук. Подобно этому, и все, что нас окружает, тоже является делом рук Господа. Твоем человеком Господь сделал его особенным. Бог наделил его удивительными способностями. Человек может чувствовать, человек может думать, человек обладает волей. И, имея свободную волю, человек согрешил против Бога непослушанием. Посмотрите на эту картинку, друзья, между святым Богом и человеком, который поступил плохо, возникла огромная пропасть. И имя этой пропасти – грех. В Библии грехом названы обиды, непослушание, воровство, гордость, зависть и многие другие нехорошие поступки. Все люди согрешили. И ни один человек недобрыми, непорядочными родителями, никакими жертвоприношениями, никакими пожертвованиями, ни какими-то особыми бодриками не может преодолеть эту пропасть греха. И Бог знал это. Господь Бог так сильно полюбил человека, что Он послал в мир своего единственного Сына, Иисуса Христа. В маленьком телении Эльпифлее родился Иисус Христос. Имя Его Мать Это Деван Геннадий Луги во второй главе 51-52 стихе. И Он пошел с ними и пришел на залет и был по мировению в них. Он это Иисус. По мировению это значит был послушным. Иисус же преуспевал при мудрости и бодрости и любви у Бога и человека. Было очень интересно, что после вот этого урока, который мысли бы послушать и друзья, мы могли прийти домой и быть послушными маме, папе, бабушке и деду. Если бы вы подарили это послушание. У него тоже было это очень приятное. 35 ужасов вышло на открытой службе. Уча людей удивительное учение людей. Бодучи 100% человеком и 100% Богом, он натурит чудеса. Однажды, имея 5 хлебов и 2 рыбки, он смог накормить 5 тысяч детей, не считая женщин и детей. После этой рапезы осталось 12 полных коробов хлеба. Благодарю ты за этот драгоценный дар тысячи и питья, посылаем его к тебе в каждом дне. У Господа Иисуса было 12 щенков, и большинство из них были взлаками. И вот однажды Симон, Петр и Ана и Абла трудились все на учебной рыбой, но ничего не смогли поймать. И тогда Иисус, зная его неудачи, просил нахуйся пейка и вновь закинуть сети. Сомневаясь в успехе, Симон Петр все же послушно закинул сети в море. По слову Господа Иисуса случилось чудо. Сети на том есть рыбы. Количество уловок было то веков, что сети начали рваться, а водка заполненная рыбой томить. Берегий Бог любит тебя не меньше, чем Симона Петра и Ана и Абла. Он рад помочь тебе в любом жде. Творя человек создав тем удивленным чудесными дарами. Он дал ему зрение, а сезон ранее. Он может видеть, слышать, ходить, прыгать. Но как же тяжело тем людей, у кого поразило духа и слепота. Они не видят этого нежа. Они не слышат нежных звуков музыки. Скажи, друг, а ты благодарен создателу за этот чудесный дар, который ты имеешь? Как в начале прошлого века, так и в наши дни люди болеют. Случаются несчастья, человек теряет зрение и слух. На цель его приход на нашу землю была Иной. Семенок пришел, чтобы спасти людей от грехов. И этот ужасный день его жизни настал. Большими гвоздями и несутся при велико кресту. Венок из горючих земли больно пронял голову, а из раун на руках и ногах стремились в себе предмет и крови. В Библии написано все согрешили. Только веря в Иисуса и признание себя грешником может подарить тебе мир с Богом. Наш Господь имер, но смерть не имела родные власти, потому что Бог был верен и свят. Он никогда не делал ничего плохого и греховного. Через три дня Господь воскрес. Грехи людей исказили лицо нашей красавицы земли и она стала несовершенной. А такие войны, борьбы, какие-то физические заботы, пожары сделали ее некрасивой, несовершенной. Грех вмешался в жизни каждого человека. Каждый человек стал теперь грешным, даже самый маленький. Даже самый маленький малыш, который только родился, мы видим, что он может быть жадным, он может быть непослушным родителем. Да, друзья? Грех вошел в нашу жизнь. Грех разрушил множество чудесных, замечательных семей. Грех делали алкоголиками, наркоманами, убийцами, парами, обманщиками. Возмездие за грех пишет апостол Павел смерть. Возмездие это наказание за грех. Грех ведет нас в ужасное место, названное Библией Адом, место вечных мучений. Но это не конец стиха, который пишет апостол Павел. Возмездие за грех смерть, но Господь любит человека, он хочет написать одолжение для каждого человека. То есть это здесь вообще живет в этом мире. Господь пишет такие слова, чем запустил Павел. Адар Боже, жизнь вечная по Иисусе Христе, Господе нашим временам 6.23. Да, это подарок. Господь хочет подарить нам подарок вечности. Мы можем принять его, если примириться с Господом через покаяние. Господь желает спасти правду душу. А теперь представьте место, которое приготовил для нас Господь Бог. Это место будет сделано, представьте себе, все стены и это, и это, и это будут сделаны из прекрасного золота, самого совершенного золота, которого даже нет у нас на земле. Пол он не будет деревянным, как у нас здесь. Пол будет основанием из драгоценных камней, как описывает это в Откровении Иоанн. Представьте себе, двери не будут деревянными, они будут жемчужные. И это место будет не просто прекрасным внешне, оно будет прекрасным еще и внутренне. Если сейчас у нас сильнее может кто-то умереть, заболеть, то там не будет темноты, которую боятся многие ребята. Это будет место вечной радости, счастливое место, блаженное место и чудесное, если мы все будем там. В заключение я бы еще раз хотела прочитать вам этот стих из Библии. И вы можете сделать выбор, что вам больше нравится, начало стиха или конец, какое будущее себе вы выберете. Ибо возмездие за грех смерть первая часть стиха. А дам Боже жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Аминь. Иисусе Горько Иисусе Горько Продолжение следует... Продолжение следует... Если сейчас мой сынок не решится, так я подготовил утром небольшой стишок. Думаю, если он про себя не расскажет, так я про него расскажу. Мой маленький мальчик, сыночек Мирошка, упал и ударил коленку немножко, заплакал и к папе серии прибежал. Поглас, пожалел, он сквозь слезы сказал, надежда и вера дитя велика. Сквозь долгие годы способна она хранить в своем сердце любви идеал, который Творец и Спаситель нам дал. Мой маленький мальчик, сыночек, как крошка, ты рано узнал, что неровно дорожка. Упал и заплакал, к отцу прибежал, конечно, ты вновь утешение искал. А папа подумал, какой он отец, расти мой сыночек и будь как отец. Он тоже несет свои веры тому, кто также утешит и вытрет слезу. На ноги поставит, излечит, хранит, ведь он неизменен, он вера ищит. Хваление и слава ему одному. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какие грехи ты знаешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 билеты, на которых написаны их имена, которые пришли с мамами, с папами. Они пройдут в воскресную школу, там несколько будет пунктов, где будут эти подарки выдавать. И вам просто показано, только вы главное не торопитесь, не спешите, все те, кто имеет эти пригласительные билеты, они все получат подарочки. И знаете, что вы пришли? Ну, они разные, они очень разные, эти подарки. Их готовили дети, такие же дети, как и вы, только живущие в другой стороне. И все, что там будет, вы, да ты позаботился об этом подарочке, договорились? Я думаю, найдется у вас силы для благодарности Господу нашему. Итак, вы можете потихонечку темпить. Дорогой Господь, милосерднейший Иисус, ты в жизнь нашу вошел в свое время. Мы сегодня видели и слышали эти уроки, которые преподавали здесь. И мы, может быть, не все поняли, но у нас есть реальная возможность во всем этом более подробно узнать, если мы будем читать Евангелие, если будем посещать собрания. У нас есть соответствующие книги, по которым мы можем вот эти все истины познавать. Благослови Господь. Мы благодарны Тебе, что дети, пришедшие здесь, имели терпение, выслушали все эти уроки. Мы благодарны за родителей, которые их сюда привели, и с ними тоже здесь были в этом общении. И теперь благослови Господь. Раздачу этих подарков, о которых дети мечтали все это время. Благослови, быть послушными, терпеливыми. Храни нас всех в детстве, и Господь. Слава Богу, 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 и Господь.